С проблемными вопросами жители Одинцова обратились к депутату Госдумы Денису Майданову. Прозвучали как личные, так и общегородские темы. Люди долго просили организовать свалку мусора, ну скажем, такой организованный, сделать контейнер в лесном городке, но столкнулись с тем, что оно очень быстро переполняется. И, в общем-то, не все, скажем, люди, которые привозят мусор добросовестно, его складывают в контейнер, начинают разбрасывать по оврагам, по канавам. Парламентарий распорядился поставить ограждение, чтобы мусор выбрасывали только в контейнер, а также изменить график вывоза мусора с одного до двух раз в день и установить видеонаблюдение для фиксации недобросовестных граждан и тех, кто привозит сюда отходы, не являясь жителями лесного городка. Для них это несанкционированный сброс мусора, за что предусмотрено соответствующее наказание. По готовности мне это письмо друг к другу прикрепляем, мы в Государственную Думу, и мы дальше уже юристом и в соответствующий комитет. На личный прием пришел и председатель Совета ветеранов Валентин Иванович Дубинин. Основными задачами организации является патриотическое воспитание молодежи и помощь ветеранам. В последнее время как-то мы почувствовали ослабление, ослабленное отношение к нам, некоторых организаций. И есть вопросы, которые мы хотели бы задать депутату Государственной Думы. Состоялась беседа по вопросу взаимодействия и поддержке ветеранов наших, причем ветераны не только войны, но и различных структур, начиная с 45 лет до 90 лет. Также к парламентарию в ходе личного приема обратились граждане с проблемами оформления пенсий. Денис Майданов принял всех и обещал помочь в решении проблемных вопросов. Округ достаточно большой, обращений много от граждан и сейчас мы постараемся максимально их отработать. Ольга Дмитриева, Алексей Куренков, телекомпания «Одинцова».